Я хотел в тот раз восьмую главу книги «Основы Библии» изучать с вами. Это о природе нашего Господа Иисуса Христа. Сможете приобрести эту книгу из нашего веб-сайта, или у нас есть здесь много таких экземпляров. И почему это столь важно понять, кто Иисуса? Почему? Потому что Он является для нас примером и представителем. И надо понять тогда Его природу, Его естество. Кто Он? И есть, конечно, очень много неправных понятий об этом. Потому что есть такие понятия, что Бог, богов точнее, которые вышли из небеса сюда, встречались с женщинами, и как-то общались с ними и так далее. И это как-то стало смешанным христианством. Потому что есть такие понятия у некоторых. И что Бог как-то зашел сюда, имел какое-то отношение с Мария, и вот Иисус явился. Но это не то, это совсем не то. Я в прошлом занятии объяснил, что Иисус был на самом деле сын Давидова, сын Авраамова. И Мария была обыкновенная женщина прямо на этом линии. Я хотел цитировать 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Там в этом стихе очень много положено для нас. Если есть только один или един Бог, то невозможно, чтобы Иисус был таким же Богом. Если Отец – Бог, то получается два Бога, если Иисус тоже является Богом. А Бог един. И у нас, Павел писал 1 Коринфянам 86, «У нас один Бог – Отец». То есть Бог-Отец является единственным Богом. И Исайя несколько раз написано об этом, что Яхве, то есть Бог является единственным, наш Отец. Итак, если Бог-Отец является единственным Богом, получается, по-моему, что это просто невозможно, что Иисус и тоже Бог. Он – Сын Божий. Он – Сын Божий. Он – Сын Божий. Тоже написано, что Иисус – тогда посредник между Богом и людьми. И тот посредник – один человек, Христос Иисус. То, что Он – посредник, уже говорит об их различии, в смысле, между Богом и Иисусом, если Он – посредник. И мы все как-то чувствуем, что да, я хочу иметь это отношение с Богом, а как? У нас все такие есть, ну, совесть о том, что Я – как-то не то. Он слишком далек от меня. И Иисус является тогда посредник и единственный посредник. И, кстати, это значит, что Мария – не посредник, ну, в смысле, Дева Мария, церковь – не посредник, пастыр – не посредник, ну, священство – и тоже не посредник. У нас один, один посредник между Богом и человеком. Человек – Христос Иисус. В этом плане это понятие, что есть дом молитвы. Куда надо ходить, и в этом дом, да, там ты сможешь как-то молиться Богу. Да нет, ты сможешь молиться Богу в любом месте, если ты во Христе, и Иисус является для тебя посредником. Мы сможем иметь тогда совсем личное отношение с Богом. И это целый суть Иисуса, чтобы у Бога была бы возможность построить, устроить тогда личное отношение с людьми на личном масштабе через Иисуса. Христос Иисус тогда стоит посредине между Богом и человеком, между безгрешным и совершенным Богом и грешным немощным человечеством. Итак, в этом плане слава Богу, что у нас есть кто, и что мы просто не один как-то перед Богом. Нам так нуждается кто. Мы все как-то боимся в духовном сфере стать совсем один перед Богом. Даже в Великом Завете мы об этом читаем, даже Иов столько раз об этом говорил, что Бог, я тебя люблю, но как я могу один перед тобой? Как я могу объяснить мою ситуацию? Как я могу общаться с тобой? Израил то же самое. Бог хотел иметь, устроить прямое отношение с ними, но они сказали, да нет, дай нам посредник, Бог дали им мой сей. И он был в этом плане прообразом Иисуса. Ладно, когда Павел писал Тимофею и писал «Единый Бог, единый посредник между Богом и человеком и человеком Христос Иисус», Павел это писал после того, что Иисус воскрес, после того, что Он превознес на небесах, и Он все-таки все равно называл Иисусом человек, Христос Иисус. Конечно, Иисус сейчас не человек в нашей природе, но у Него есть столько идентификаций с нами, что можно даже назвать Иисусом до сих пор человек, хотя Он, конечно, не умирает, у Него нету такой необходимости кушать, пить и так далее, и нету возможности согрешить, у Него нету нашей человеческой природы, а из-за того, что у Него был, как-то до сих пор Он является один с нами. Тот смысл идентификации с нами остается с Ним до сих пор. Кстати, помните, после Его воскресения они все шли на рыбалку, Иисус явился, и Он кричал, Он уже готов для них завтрак, и Он кричал, дети, у Вас есть кушать? Так переведено на русском, на английском дети, но тучеческие слов, поскольку я читал, кажется, что это сленг, это переводчики, которые не знали, что с этим делать, они перевели как дети, но самый лучший перевод, самый актуалный, наверное, был бы у ребят, что Иисус, который уже воскрес, кричал им, ребят, у Вас есть кушать? У меня есть, давай сюда. Почему он такой сленг использовал прямо после Его воскресения? Я думаю, потому что Он очень хотел, чтобы они не думали бы, что Иисус воскрес, Он как-то по-другому, ой, мы не сможем как-то близко быть с Ним. Он сказал, давай. Помните, как Он предлагал им давай, ну, вот, смотрите, на Моем, вот, руки и ноги, трогай. Он приглашал им трогать Ему, прикоснуться к Нему близко. Почему? Потому что Он так не хотел, чтобы они думали, что Он как-то отличается от нас не слишком. И даже после Его воскресения Он сказал этой женщине, иди, скажи, братья Мои, что Я воскрес. И Он потом сказал, Я сейчас буду превозноситься на небесах, и Я хожу, Он сказал К моему Богу и вашему Богу. К моему Отцу и вашему Отцу. Он очень хотел, чтобы они поняли бы, что мое отношение с Богом это ваше. Я все равно, хотя я воскрес, хотя я Сын Божий, хотя у меня есть сейчас природа Божия, я совсем с вами. И так не думайте, что Он как какой-то абстракция, понятия, что когда мы молимся, мы как-то молимся между одну сторону нашего мозга на другом. Нет, Он существует как Личность, как реалма, человек, хотя не человек с нашими человеческой природой, но Он существует. Это не просто теология, он не просто абстрактные понятия, Он на самом деле там, на небесах. А все такие наши спасения зависятся о том, что Он был человеком. Есть разница между Богом и Иисусом. Бог, Яков 1 глава 13 не искушается. Иисус написан в Евраем 4 глава подобно нам искушен во всем, а Бог не искушается. А Иисус искушен во всем. Значит, факт того, что у Иисуса был даже опыт искушение, значит, что у него была бы возможность сокращить. Он не сокращил, я это сто раз, тысячи раз даже скажу, что Иисус не сокращил, но у него было искушение. Искушение, если это слово имеется значение, искушение значит, что у него был выбор, настоящий выбор, направо, либо налево, крещить, не сокращить. У него был именно такой выбор. И это реально было. И это получается, что у него были возможности сокращить, хотя он это не сделал. Это значит, что поскольку мы размышляем о распятии Иисусе, когда мы думаем об Иисусе в Эдемском саде, понимаем, что вот Иисус на самом деле, на самом деле имел наша природа, у него был такой возможности сокращить, хотя он это не сделал. И факт того, что у него был такой возможности сокращить, это значит, что мы как-то чувствовали интенсивность его страдания, интенсивность его страдания, там особо в Девцеманском саде, когда он не хотел умереть на кресте, когда он сказал отче, возьми тот чашу, чтобы это мимо мне, я не хочу это делать, и сказал ну хорошо, не мою волю, а твой. То есть его воля и воля больше отличался, он в конце концов сказал хорошо, не мою волю, а твою. Дальше Бог не может умереть, он бессмертен по своему естеству. А конечно Иисус умер, и был мертв три дня. И так это просто невозможно, что он сам мог. Бог не может видеть людьми. Иисус не только видели, но и написано «освязали», то есть трогали Ему. Первое послание от Иоанна, первая глава об этом особо, подчеркивает что Он был «освязали». Эти ученики Мария и так далее трогали, прикоснулся к Иисусу. Я сказал, что Он был искушен, или точно в Библии написано, что Он был искушен во всем подобно нам. Хотел об этом прочитать к Евраям 4 глава 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем». Даже сегодня люди жалуют, что «много священника как-то очень такой святой, он слишком далека от нас, как-то не очень найдем общий язык». Иисус не является такого первосвященника, но Он умеет сострадать с нами вот именно прямо сейчас. Он там на небесах смотрит на наши дела здесь на земле. Он умеет сострадать нам в немощах наших, потому что Он был подобно нам искушен во всем. Когда Он видит, как у нас есть искушение, как Он видит, что у нас есть такой выбор между нами направо либо налево. Вот Он понимает, как это чувствуется, потому что Он тоже был искушен. И факт того, что Он всегда выбрал правого направо, Он никогда не соглашил. Значит, что Он является перед первосвященник, чтобы делать для нас оттайствие перед Богом. Потому что на самом деле у него есть такая кредивность сказать Богу, что ну да, я знаю, как Данкан или Андрей или Людмила, как они чувствуют, у меня было то же самое. Я правильно решил. Они тот раз, к сожалению, неправильно решили. Отдай им ради меня прощения. Ради того, что у меня также был такие испытания, такие искущения. И Бог поэтому на этом основании готов дать нам прощение. Искущения порождаются внутри нас. Написано Марка, 7 глава, написано, что всякие искущения происходят внутри человека. Это из-за того, что в нашем уме у нас есть такие представления. давай, почему ты так не делаешь, почему ты не выпиваешь сегодня, почему ты не будешь это украсть, это возьми. И тогда корм, источник, искущение, это внутри человеческой природы. И от наших написано Яков первая глава от наших собственных похотей. Поэтому было необходимо, чтобы Иисус Христос был точно таким же, как и Мой, чтобы испытать те же искущения, преодолеть их и остаться безгрешными. То есть, чтобы у Него было бы такой возможности испытать наши искущения, это и тоже необходимо, чтобы у Него было бы и тоже наша природа, чтобы у Него было бы и тоже тот постоянный источник внутри. Такие предложения, ну давай, почему Иисус ты не делаешь? Помните, в пустыне он так и думал, зачем ты не делаешь все камень, как хлебом? Почему ты не будешь просто взять Царство Божие без необходимости распятия, прямо сейчас. Итап, тот внутренний голос, который у нас есть, у Него был тот же сам. Есть особый отрывок к Евраям 2 глава 14 по 18, и я хотел это прочитать. А как дети, это Мой, причастны плоти и крови, в смысле нашего естества, то и Он Иисус Христос также воспринял стал таким же Он и дав смертью лишить силы или разрушить, уничтожить дьявол. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семья Абрамова. Посему Он должен был во всем и подобиться братьями, чтобы быть милостивым и верным первосвященникам перед Богом для уместивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искущен, то может и искущаем помочь. Что Иисус сейчас делает? Он сейчас там на небесах. Он не просто там пассивно, Он активно действует и работает для нас. И что Он делает? Написано, что Он дает помощь искущаем им. Значит, когда у нас есть такие искущения, в этом полсекунд, в этом микросекунд, когда у нас есть тот выбор направо, налево, Он, зная искущение, зная, что это значит, быть человеком, Он готов дать нам помощь и свойствует силу. И это то, что нам самое главное необходимое. Не только прощение, а тоже силы, дальше не сокращить. Это, наверное, самое главное, то, что нам надо. Молимся Богу, когда согрешаем, прости меня, пожалуйста, и чувствуем, что да, Он меня простил, но все равно, есть кое-что не хватает, и то, кое-что, которое не хватает, это такое чувство, осущение, что я вроде буду это повторить еще раз. Это то, что мы не хотим делать. И написано, что из-за того, что Он претерпел, быв искущен, то может и искущаем помочь. И в каком плане помогать? Я думаю, через Его Дух, Его сил. Из-за того, что у него был наша природа, наши человеческие опыты, наши искущения, Он тогда силам помочь нам на нашем искущении. Марка, 10 глава, 17-18. Один человек пришел к Иисусе, сказал, что ты такой отлично, ты такой хороший. Он сказал, что ты называешь меня благем. Никто не благ, как только один Бог. Конечно, Иисус не согрешил, но как-то не хотел, чтобы люди думали, что Он как-то Бог, как куколь, который играл, показался, что Он человек, хотя Он на самом деле не чувствовал никакой боли, никакой голод и так далее. Он это не хотел. И Он как-то сильно объяснил людям, что нет, это не так. Никто не благ, как только один Бог. Почему вы думаете, что Я как-то отличаюсь от вас? Написано, Иисус знал всех и все, и не имел нужды, чтобы кто засвидет свят человек и сам знал, что в человеке. Он сам знал, что в человеке. Значит, что я не имею в виду, что Бог сам не знает, что в человеке, а Иисус знает, что в человеке из-за опыта. Бог, как говорится, знает теоретически, А Иисус на самом деле из-за опыта знает, что в человеке. Столько раз читаем, вот человек Христос Иисус. Написано, допустим, от Иоанна 4 глава 6 стих, что Иисус утручившись сел у колодца, чтобы утолить жажду. То есть Он хотел пить. И это не просто толка кукол играя какую-то роль. Он на самом деле хотел пить. Страшно, уставше. Иисус плакал, когда умный лазер. И помните, как Он молился? Отче Мой, если возможно, да минует Меня чаша съед. В смысле страдания и смерть на кресте. Впрочем, не как Я хочу, но как Ты. Не как Я хочу, но как Ты. Значит, что желание Иисуса иногда нисколько отличался от воли Бога. Это не грех. И в этом я вижу его победу. В этом я могу его так сильно уважать. Потому что я знаю прекрасно, когда у меня есть выбор, я вообще налево. Иногда направо, но вообще налево. Вот такие слабые. А у Иисуса на самом деле были такие выборы и каждый раз, даже до самого конца Терцаманский садик. Правильно выбрал. Особо тот крик, когда он был на кресте, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? На самом деле он чувствовал, что Бог ему оставил. И он даже молился Богу. Это невозможно. Если он сам Бог, зачем молиться Богу? И Боже мой, Боже мой. Если он сам Бог, как это возможно? Это для меня совсем непонятно. Вполне. Это не грех иметь сомнение. Это не грех не понять все до конца. Потому что Иисус не понял до конца. Правда? Для чего ты меня оставил? Боже мой, почему ты так сделал? Это не грех так чувствовать. Не обязательно грех. Потому что тысячи раз я скажу, десять тысячи раз даже, Иисус никогда не согрешил. Он совращен Сын Божий. Но он все одно сказал, Боже мой, для чего ты меня оставил? И это не грех. Но я просто имел в виду, что я не делаю Иисусу меньше, говоря, что он Сын Божий, не сам Бог, имея наша природа, когда он был на земле. Нет, я думаю, что я делаю Иисус даже в вещи. Потому что иногда люди думают, ну как это может быть? Даже один человек мне сказал, я не могу верить. Как это возможно, чтобы человек, у кого есть наша природа, наше естество, никогда не совершил грех? Я согласен, что это очень много требуется поверить. Но когда мы читаем, что нам надо поверить в Иисусе, что это значит? Да, это требуется много верить во Христе. Значит, верить, что да, Иисус имел наше естество, наше природа, но никогда не совершил грех. Да, это требуется веру, чтобы это верить на самом деле. Мы видели раньше от Луки 2 глава 52 стих, что Иисус имел какой-то рост, что Он преуспевал в премудрости и возрасте, я думаю, в духовном плане, и в любви у Бога и человеку. И дальше к Евраям 5 глава в этом тоже написано его рост, его проявление перед Богом. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, то есть повиновению Богу, и совершившись, то есть став совершенным духовно, сделался для всех послушных Ему через подобное же духовное усовершенствование иловником спасения вечного. И так Он навык написано послушанию, и совершившись, Он стал совершенным. я думаю это все-таки опять говорится о том, что у него был тоже какой-то рост. Опять это понятно, что у него был какой-то куколь, который играл роль, который показался как человек. Он на самом деле был человеком, и имел тогда такой рост, совершившись, и навык через страдания навык послушанию. И это в принципе то же самое с нами. У нас такой же процесс духовного развития. К сожалению для нас это три шаги впереди и два назад, а с ним только впереди. Только впереди. И опять мы все это чувствуем, что ну да, мне какой-то процесс есть, и потом обратно, потом еще впереди. Да, он об этом прекрасно знает. Потому что у него был и тоже такой процесс развития, проявления перед Богом. И это не значит, что он грешник. Нет, он не согрешил. И тоже написано к Евраям 5 глава 7 стих Иисус в одни плоти своей со сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан за свои благоволения. То есть Бог является всемогущим, Иисус не в этом случае, он не всемогущим, он молился всемогущему спасти его от смерти. смерти. Как это понять, если он просто играл какую-то роль, если он просто как куколь играл, если так, то вообще зачем он это сделал бы, я это не вижу. факт того, что он был на самом деле человек, который не согрешил, который на самом деле победил против каждой исключения, я согласен, что это требуется очень много веры, веры, что на самом деле такой человек, такой Сын Божий на самом деле был. Но это что значит вера во Христе? И конечно написано столько раз, что Бог воскресил Иисуса. В Деянии Апостолов 5 глава Бог воскресил Иисуса, его возвысил Бог тесницею Своею поначалника и спасителя. Бог прославил сильно Своего Иисуса сего Бог воскресил из мертвых. Факт того, что Бог воскресил Иисуса, опять это понятно, что Бог и Иисус совсем разный. Всякому мужу глава Христос Павел писал 1 Коринфянам 11 глава жене глава муж, а Христу глава Бог. Видите, какой-то герархии. Христос Божий 1 Коринфянам 3 глава то, что Его даже после воскресения и прославления Иисуса Христа продолжает называть Богом Господа нашего Иисуса Христа. Показывает их сегодняшнее отношение между собой, которые не изменились с тех пор, когда Иисус был на земле. В Откровении это опять когда Иисус уже вознес на небесах, когда Он уже там на небесах, Он говорит «О храме Бога моего, вот именно Бога моего, но в Иерусалиме не сходящем с неба от Бога моего». Откровение 3 глава 12 стих Итап даже до сих пор, даже до сих пор Он как-то чувствуется, что Бог является Бог мой. «С неба от Бога моего», Он там писал. И опять после Его воскресения Он сказал, что «Он ходит к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Иоанна 20 глава. Значит, что Он так хотел, чтобы мы поняли Его, и что Он на самом деле с нами, что нет такой разницы в этом плане между нами и Иисусом. Он совсем с нами. Получается тогда, что Он желает для отношения с нами. У Него есть наша природа, Он был наш представителем. Это значит, что все наши человеческие опыты были и у Него, и поэтому это как-то логично, чтобы мы приняли крещение во Христе. Я опять это повторяю, потому что это то важно. Когда вы будете лежать в воде, это как смерть Иисусом, его тело, как твой, так, как твой, так, как Он воскрес из мертвы, слава отца, так, и мы будем, и также из воды, и тогда, когда Он придет, опять, мы будем жить, у нас любые и тоже воскресенье, так, как у Него. Значит, что Он не только наш представитель, Он наш герой, Он на самом деле наш живой пример, поэтому я умоляю вас, вот, решить, в конце концов, принять крещение во Христе и быть с Ним, быть с Ним во Христе, потому что в этом плане Он все испытал и целый план Божий от самого начала мира, это чтобы я с тобой, чтобы мы будем присоединяться с Ним и будем идентифицироваться с Ним так, как Он хочет идентифицироваться и с нами. Не знаю, если у вас вопросы есть, комментарии? Спасибо.